всем привет всем привет чем подождем чуть-чуть дождем ждем пока ждем можем что-нибудь обсудить я вспоминаю что я пришел в офис первый раз мы сидели с тобой друг напротив друга и ты меня собеседовал это было ужасно потому что это у тебя испепеляющий взгляд ничего себе тебе сейчас ситуация напомнила это да почему то я не знаю почему интересно я не помню чтобы ну ты наверное тебе было да как-то не уютно но с тех пор как ты вырос посмотри где ты теперь за таким офисным креслом ты часто смотришь смолтоки смотрю смолтоки с утра на дейликах каждый день ты в них тоже участвуешь если что так что да бывает так надо было открыть канал канал тут я потерял которому просит но как в просеке все вот нашел все вопросики вот он же поднимется все равно как настроить типа ты там это не волнуешься я не знаю кстати привычнее да вот знаешь привычнее выступать на живую аудиторию когда ты что-то говоришь сразу видишь реакцию людей потому что ты можешь говорить какую-то хрень и при этом ты видишь что люди на нее как-то реагируют а здесь когда ты говоришь какую-то хрень ты видишь перед собой только монитор и это как-то гнетает да да я тоже очень жду возвращения в оффлайн пробовал тоже как-то так вот рассказывать в онлайне тоже вот из-за этого краски эффекты не понравилось ну как бы все равно может быть так попроще в плане как ты не видишь взять давящих на тебя глаз и да да может быть может быть проще а если чё если кто-то будет писать чат ты это видишь прямо сейчас я вижу что никто ничего не пишет все нормально а напишите типа если вы нас слышите что вообще кто-то здесь есть напишите что-нибудь в чат чтобы мы хотя бы поняли что кто-то здесь есть что мы не только друг для друга рассказываем это презентацию не знаю так есть о феде дарова давно не виделись да кстати пошли комментарии да может давайте начну тогда с темы в принципе сегодня будет на самом деле мне кажется местами довольно сложная тема и наверное первое что мне хотелось бы спросить вот сейчас прямо у чата это знаете ли вы вообще про тест-импакт-анализ если знаете то приходилось ли использовать его в целом вообще сталкивались вы с такой проблемой которая которая решается вот этим импакт-анализом пока ждем у нас небольшая задержка идет видос поэтому поэтому пока ждем да в общем я предлагаю начинать так все а всем привет меня зовут максим щепалин я платформ тех разработчик тинькофф бизнес это такой мобильный банк для всех тех у кого есть и пейли оо у нас я занимаюсь всякими инфраструктурами вся сиди настройка всяких автоматизаций которые нам позволяют ускорить релизные процессы как-то его улучшить и сегодня я бы хотел поговорить о такой классной и интересной теме которая как мне кажется на самом деле не так часто говорят это тест-импакт-анализ собственно я расскажу о том что это вообще за инструмент зачем он нужен и зачем он пригодился нам какие проблемы он решает затем мы с вами немного поковыряемся в байт коде я расскажу о том как можно написать свой тест-импакт-анализ с какими вы можете столкнуться проблемами при его написании и как эти проблемы решили мы ну и в самом конце я подведу какие-то итоги расскажу о том оправдал ли этот инструмент себя стоило ли его писать и как мы перебороли какие-то проблемы или решаем проблемы с которыми мы столкнулись после его интеграции окей давайте я начну с проблемы собственно за последние два года тинькофф бизнес стал довольно сильно расти у нас стало появляться гораздо больше пользователей а эти пользователи как ни странно требуют все больше и больше фич ну и на эти фичи буквально вот не хватало рук ну и мы собственно подумали почему просто не взять и не наращивать нашу команду разработчиков собственно мы стали увеличивать команду наша команда там за последние два года выросла в два или в два с половиной раза ну и как ни странно чем больше разработчиков в вас команде тем больше эти разработчики пишут кода и тем больше этого самого кода нужно тестировать ну и если раньше мы могли справиться с тестированием обычными тестировщиками которые просто брали и прокликивали все приложение там в течение какого-то времени например недели то сейчас мы себе позволить такого не могли мы не можем просто брать и донимать там с рынка каких-то разработчиков и поэтому мы стали покрывать все это дело закрывать все это дело автотесты мы начали писать больше автотестов у нас объявился такой аля сезон автотестов эти тесты помогали нам очень сильно сократить регресс если раньше до того как мы начали покрывать все тестами у нас регресс длился там неделю или две то сейчас при большом количестве автотестов того функционала который мы собираемся релизить мы смогли сократить регресс до одного дня даже меньше он сейчас идет. И для того, чтобы поддерживать этот тренд автоматизации, мы даже написали вот такую штуку. Она пишет разработчику в случае, если у него есть какая-то задача, у которой не были закрыты какие-то тест-кейсы изолюр. Здесь мы видим, что у задачи YEMA 14909 не был написан какой-то тест. В этом случае мы просто пишем слаг человеку и говорим, что, вот, чувак, напиши к этому делу тестик, и тогда твоя фича попадет куда-то в прот. Окей, пишем тесты, и тут начинаем задаваться одним закономерным вопросом, как, собственно, эти тесты мы можем поддерживать. И тут мы снова написали еще одну автоматизацию. Эта автоматизация партит отчеты изолюр, и после этого партинга берет оттуда все тесты, которые упали, и нотифицирует разработчиков о том, какие тесты у него были упавшими. Вот здесь мы видим, это старая картина, здесь 1200 тестов, и за каждым разработчиком закреплено не более одного-двух упавших тестов. И в целом это ок, классно, можно взять любой тест, который у вас есть, зафиксить его там буквально за пару часов вечером, просто завести задачу, и все. Но что, если этих самых тестов у вас станет больше? Давайте посмотрим на картину плюс-минус свежую. Я не знаю, насколько здесь все видно. Здесь мы видим, что мы находимся на рубеже 3000 тестов, из этих 3000 у нас упало аж 200. И за каждым разработчиком, что самое плохое, закреплено по 20-30 упавших тестов. И это плохо, потому что просто так ты их не зафиксишь, тебе нужно будет заводить задачу, тебе нужно будет кидать эту задачу в какой-то спринт, и как-то систематически все эти тесты чинить. Ну и, собственно, в какой-то момент, если вы становитесь на вот эту вот дорогу автоматизации, тестов у вас станет слишком много, все тесты еще, тут немаловажный момент, то, что все тесты прогонялись у нас во время одного прогона ночного, то есть мы могли увидеть результаты упавших или пройденных тестов только с утра, зайдя в Slack и посмотрев, какие там тесты прогнались. Ну и все эти автотесты, у них есть такое неприятное свойство, они имеют свойство протухать. Из-за того, что эти самые тесты у вас протухают, они сильно замедляют для вас регресс. И мы начинаем сталкиваться с той проблемой, которую мы пытались побороть этими самыми автотестами. Какой смысл с тестов, если большая часть из них у вас будет красная? Окей, это проблема, эту проблему нужно решать. И мы, собственно, стали задумываться о том, как эту проблему можно решить, какими способами. Мы накидывали несколько способов. Вот один из первых, наверное, который просто может прийти в голову, почему бы просто не взять и прогонять все тесты, которые у вас есть на плореквестах. Кажется, что идея нормальная. Она нормальная, если тестов у вас не так много. Допустим, у вас там 100 UI-тестов, например. Вы, кажется, что можете выделить там ресурсы, время на то, чтобы прогнать эти 100 UI-тестов на каких-то эмуляторах, которые у вас есть. Нам эта идея не подошла, потому что уже на тот момент у нас было там около полутора тысяч тестов, и выделять под них эмуляторы и время на плореквесте кажется не очень целесообразным. Поэтому мы стали думать о каких-то других вариантах. А какие еще могут быть варианты? Мы можем выделить какой-то определенный набор тестов, например, вот смог набор тестов, и сказать, что вот это какие-то важные тесты, мы должны на плореквесте прогнать вот только этот набор важных тестов. Если у вас упадет хотя бы один из этих самых важных тестов, вы сразу об этом узнаете и потом его зафиксите. Тоже кажется, что звучит логично, прикольно, но нам опять же эта идея не подошла, потому что она не решает той проблемы, что другая часть тестов, которые у вас уже есть в проекте, приложении, она не актуализируется никак. То есть все равно нужно будет следить как-то за красными тестами. Ну и последний вариант, на котором мы остановились, это вариант с внедрением так называемого импакт-анализа. Что это такое? По сути, определение тест-импакт-анализа, сокращенно TEA, оно довольно простое. По сути, это просто какой-то инструмент, который довольно сильно позволяет вам ускорить этап тестирования. Работает он так, что анализирует какие-то изменения в вашем исходном коде, и на основе этих изменений он выплевывает какую-то пачку тестов, которая должна быть запущена на вашем pull-requeste. То есть те тесты, на которые могли эти изменения повлиять. Условно говоря, если у вас есть, например, какой-нибудь contact validation test, и вы на своем pull-requeste поменяли в нем какой-то код, здесь мы видим, что мы удалили две строчки и добавили еще одну какую-то проверку set value and confirm, то задача тест-импакт-анализа будет заключаться в том, чтобы задетектить это самое изменение и запустить его на pull-requeste. Окей, кажется, что звучит довольно понятно. Собственно, мы решили остановиться на этом инструменте и думать, как этот инструмент можно написать. Первое, опять же, что пришло к нам в голову, это можно написать, например, какой-нибудь простой файл-детектор. Как он работает? Давайте представим, что разработчик Вася делает какой-то pull-request. Файл-детектор будет смотреть на git-diff этого pull-requesta, то есть на какие-то внесенные изменения. Затем из этого git-diff мы должны вычленить сет затронутых модулей, в данном случае я имею в виду Gradle модулей. Из этого сета затронутых модулей мы должны запустить тесты. В целом, это вся идея файл-детектора. Если ее как-то визуализировать, то давайте представим, что у нас есть такой граф модулей, Gradle модулей в проекте. У нас есть модуль app, и есть зависящие от него фича A, фича B, фича C и фича D. И, допустим, мы вносим изменения в фичу B и фичу C. Так вот, задача нашего файл-детектора будет заключаться в том, чтобы взять и запустить тесты на вот этих двух модулях. Пишется такая штука довольно просто. Давайте с вами напишем простую Gradle task, назовем ее, допустим, autotest changed modules. Все, что она будет делать, это ходить, смотреть git-diff, затем этот git-diff анализировать, забирать оттуда модуль, и затем из каждого из таких модулей она будет забирать таску с autotest. Ну и в самом конце мы говорим, что наш autotest changed modules зависит от autotest tasks. Таким образом, запуская вот этот autotest changed modules, мы запустим тесты на всех модулях, которые у нас были затронуты. В принципе, у этого подхода есть один единственный плюс, то, что его довольно просто реализовать. Мы видим, что там было не более 50 строчек кода, наверное, даже меньше. Но есть два очень важных и больших минуса. Во-первых, такой файл-детектор может выдавать false-positive результат. Что я имею под этим в виду? То, что окей, мы затронули какой-то модуль, фича B, например, и мы на этом модуле запустим не один тест, который мог действительно сломаться на pull-request, а мы запустим абсолютно все тесты, которые были в этом модуле. Нам это не нужно, потому что это лишнее время и лишние ресурсы. Ну и второй, наверное, самый важный минус вот такого простого файл-детектора заключается в том, что он выдает false-negative результат. От false-negative я имею в виду то, что такой файл-детектор не сможет сказать, какие тесты действительно также могли быть затронуты на вашем pull-request. А все потому, что он не умеет анализировать весь граф зависимости в вашем приложении, в вашем проекте. Иначе говоря, для примера, мы прогоняли такой файл-детектор на pull-request, там мы гоняли наши юнит-тесты, и потом, собирая в очередной раз обычную там мастер-ветку основную, мы столкнулись с тем, что на ней есть какие-то непройденные тесты. Так вот, непройденные тесты были из-за того, что обычный файл-детектор не умеет в анализ всех зависимых Gradle-модулей. К счастью, такой подход можно очень просто прокачать или не очень просто, во всяком случае, добавив всего один шаг. Мы можем как раз-таки научить файл-детектор смотреть на граф всех зависимых модулей. Такие штуки уже есть в open-source. Есть, например, инструменты Dropbox, называется Affected Model Detector, и есть инструмент от Avito, который называется Avito Android Impact. Собственно, они как раз умеют в анализ, и кажется, что делают это классно и правильно. Если как-то визуализировать вот такой файл-детектор, давайте вернемся к графу зависимостей в нашем проекте. Давайте посмотрим на то, что мы опять поменяли модуль B и C. Вот мы внесли изменения фичи B и фичи C. Так вот, задача такого файл-детектора будет заключаться в том, чтобы увидеть, что от фичи C, оказывается, зависит еще модуль фичи A, и от фичи B зависит модуль App. Таким образом, если мы увидим вот эту вот связь, наш файл-детектор сможет запустить тесты не только на фичи B и фичи C, а еще и на фичи A и на модуль App. Таким образом, мы не потеряем ни один тест, который у нас действительно мог быть сломан. Ну и, собственно, это главный плюс такого файл-детектора. Теперь мы точно запустим абсолютно все тесты. Мы не пропустим ни одного теста, который мог быть затронут. Но есть еще один минус, тоже для нас оказался жирным и критичным. Он заключается в том, что такой файл-детектор выдает false positive результат. То есть, опять же, мы увидели все затронутые модули, мы увидели точно все затронутые тесты, мы их запустим, и все равно в этом наборе будут запущены какие-то лишние тесты, которые на самом деле не могли быть никоим образом затронуты на вашем pull-request. И нам этот вариант не очень подошел, потому что на момент того, что мы столкнулись с этой проблемой, у нас большинство UI-тестов лежали в одном основном модуле. Мы довольно поздно стали переносить наши UI-тесты по фича-модулям. Таким образом, если бы мы подкрутили вот такой вот файл-детектор, и он бы выдал как затронутый модуль наш основной, в котором лежали все наши UI-тесты, мы бы просто прогоняли на pull-request и целый регресс. И это не очень классно. Поэтому мы и стали смотреть на какие-то другие варианты реализации импакт-анализа. Какие еще могут быть варианты? Мы с вами можем взять наши экраны и связать их с тестами с помощью каких-нибудь аннотаций. Давайте представим вот такой вот простой тест, называется Notifications Feed Error. И в этом тесте используется так называемый Notifications Feed Page. Page и Page Object, по сути, это просто какая-то абстракция над экраном, над которым работает тест. Здесь мы видим, что это абстракция над экраном Notifications Feed. Давайте откроем нашу Page. И все, что мы сделаем, это добавим вот туда какую-нибудь аннотацию, которую назовем как-нибудь linked-with. И пропишем в этой аннотации linked-with Notifications Feed Fragment. Таким образом, мы скажем, что наш Notifications Feed Page зависит от Notifications Feed Fragment. Таким образом, если разработчик вносит какое-то изменение в Notifications Feed Fragment, мы будем запускать все тесты, которые тем или иным образом используют Notifications Feed Page. Кажется, что идея понятная, но нам опять же она не очень подошла, потому что у нас довольно много Page, довольно много тестов. Во все Page придется накидывать вот такую аннотацию. Нужно будет связывать каждую Page с какими-то сорсами, потом нужно будет еще как-то все поддерживать. И, в общем, мне очень хочется отдавать это в руки разработчикам, поэтому мы стали смотреть на какие-то другие варианты. А какие еще могут быть варианты? Есть один из самых, наверное, интересных и футуристичных вариантов, если можно так сказать. Мы можем взять и прикрутить машинное обучение в импакт-анализ. Так делают ребята из Google и Facebook. Когда-то давно, когда готовил этот доклад, я нашел у них White Paper, который описывал принцип работы такой штуки. В общем, все сводится к тому, что мы делаем pull request, потом скармливаем какой-то обычной нейронке сет измененного кода, наши измененные файлы. И эта моделька в ответе, она выплевывает нам пачку тестов, которая с той или иной вероятностью могла быть затронута на вашем pull request. Кажется, что идея классная, опять же, но не очень хочется привлекать команду машинного обучения для того, чтобы они решали проблемы андроидчиков. Ну и, собственно, поэтому мы решили, что, возможно, могут быть еще какие-то другие варианты для реализации импакт-анализа. Ну и последний вариант, на котором мы решили остановиться, это вариант со сбором code coverage. Собственно, о чем это вообще такое? О чем идет речь? Давайте с вами представим, что во время своего исполнения у теста существует некоторый путь, по которому он идет. Давайте возьмем какой-нибудь простой тест, someSampleTest, и в нем есть функция someTest. В этой функции используется тест-класс, как какая-то зависимость, которую мы с вами тестируем. У этого тест-класса вызывается метод doReturn2. По сути, это просто обычная функция, которая возвращает двоечку в ответе. Ну и в конце у нас есть какой-то ассертик, который проверяет, что doReturn2 действительно вернул 2. И сам тест-класс выглядит довольно просто. На второй строчке здесь конструктор, и на четвертой строчке функция, которая возвращает нам двойку. Так вот, если мы с вами сможем пройти по этому пути, иначе говоря, понять, какие классы, какие строчки кода использует наш тест, мы сможем познать истину или собрать код coverage для нашего теста. То есть у нас должен получиться вот какой-нибудь файл вот такого вида. У нас в нем есть наш тест, сам sample test. У этого файла есть набор классов, которые он внутри себя использует. В данном случае мы используем только один класс, тест-класс. И у каждого класса есть номера строк, которые этот самый тест затрагивает. В данном случае мы видим, что мы затронули вторую и четвертую строчку. То есть на второй строчке был конструктор, на четвертой строчке была функция. Так вот, файлик такого вида и был бы нашим код кавераджем, который мы с вами могли бы использовать на pull-реквесте для того, чтобы внедрить импакт-анализ. Ну вот, собственно, мы должны получить каким-то образом этот файл и скормить этому файлу get.div, посмотреть, какие у нас строчки кода были изменены. И смапив вот эти строчки кода, по ним мы можем понять, какие тесты мы должны запустить на pull-реквесте. Вот так, в принципе, работает код каверадж-анализ. Окей. Как, собственно, собрать этот самый каверадж? Вообще самое первое, что приходит в голову для того, чтобы работать каким-то образом с покрытием, это, наверное, какой-нибудь джакока. Если мы с вами подключим джакока, мы увидим какую-нибудь вот такую вот штуку. Это один из вариантов отчета от джакока, который генерируется и отображается прямо в VDE в Android студии. Здесь мы видим, что джакока говорит нам о том, какие классы, какие методы, какие даже строчки кода и на сколько процентов были покрыты вашими тестами. Так вот, джакока умеет все это делать прямо из коробки. И это большой его плюс. Нам не нужно особо ничего настраивать. Мы просто подключаем джакока, запускаем наш тест, и джакока по итогу нам говорит, какие строчки кода, какие файлы, какие классы были покрыты вашим тестом. Но есть также два минуса. Первый заключается в том, что джакока не умеет собирать каверидж для каждого из тестов по отдельности. Мы можем запустить либо все тесты из нашего IDE, либо какую-то большую пачку тестов, и он перемешает весь каверидж для всех пройденных тестов во время исполнения. Если мы хотим собрать каверидж по каждому из тестов по отдельности, как мы это хотим сделать для импакта анализа, у нас это иначе, кроме как руками, не получится сделать. И второй немаловажный минус джакока заключается в том, что, к сожалению, он умеет работать только с GVM. Джакока не сможет посчитать покрытие каких-то, например, андроидных классов, которые есть там у вас в проекте, какого-нибудь там R-класса, например. Для того, чтобы разобраться, почему так происходит, почему джакока умеет работать с GVM, давайте с вами посмотрим на то, как выглядит класс изнутри. Давайте с вами напишем какой-нибудь простой HelloWorld Java. В нем определим public static void main и сделаем обычный println HelloWorld. Дальше давайте мы этот с вами класс возьмем и скомпилируем с помощью Java C. И затем воспользуемся такой интересной утилитой, которая называется hexdump. Hexdump позволяет взять и посмотреть на байт-код нашего класса. И вот если мы откроем то, что нам сгенерил наш hexdump, мы увидим вот примерно такую штуку. Если вы здесь что-то поняли, то вы, наверное, гениальный и очень умный человек. Я лично здесь не понял почти ничего, но все, что нас интересует, так это то, что любой класс внутри выглядит как обычный набор байт. И этот набор байтиков, оказывается, можно каким-то образом поменять. Если мы с вами погуглим, как можно менять байт-код, как можно его модифицировать, мы найдем большое количество всяких разных библиотек. Первая библиотека — это ISM. Это библиотека, которая используется много где. Например, там в Kotlin для модификации байт-кода. Есть также старая библиотека AspectJ, AspectJava. Она раньше даже использовалась некоторыми командами в Андроиде. Она сделана для того, чтобы путем написания каких-то аспектов мы могли каким-то образом модифицировать байт-код и модифицировать структуру наших классов. Например, для Андроида мы могли с помощью AspectJ сделать какой-нибудь общий интерцептор, который перехватывает все ошибки, могли бы взять и вынести в аспект какой-то рутинный кусок кода, там setContentView старый, инициализацию какой-нибудь тулбара и прикрутить его автоматически для всех activity, например, которые у нас есть. Есть также ByteBody. ByteBody — это тоже старая библиотека, но она активно поддерживается. Она представляет из себя такую высокоуровневую абстракцию над ISM и над штуками, которые позволяют модифицировать байт-код. Собственно, ByteBody также используется много где. Например, в каком-нибудь Makita. Там она используется для того, чтобы наш Makita мог делать моки на любые ваши классы. Или, например, так как в Kotlin все классы по умолчанию final, ByteBody делает их open, меняя модификатор доступа у класса. И все это дело работает поверх так называемых Java-агентов. Давайте я немного расскажу про них. Давайте представим, что у нас есть какой-нибудь класс, сам класс.java. Мы с вами этот класс снова скомпилируем. У нас появится сам класс.class. Ну и зачем нам нужен класс, если нет никакой программы, которая будет этот класс использовать? У нас появляется какой-нибудь JVM процесс. Это наша Java-программа. Так вот, у любого JVM процесса есть набор так называемых класс-лодеров. Эти класс-лодеры, они ответственны за то, чтобы загрузить или отдать пользователю какой-то класс по первой надобности. Например, вы создаете какой-нибудь object, вы создаете какой-нибудь еще класс, какую-то зависимость, которая вам нужна, она создается с помощью класс-лодера. Так вот, оказывается, что мы можем просить этот класс не напрямую через класс-лодер, а между ними может встать такое промежуточное звено. Этим промежуточным звеном был бы наш JVM-агент. Этот JVM-агент мог бы брать и перехватывать запрос на какой-то класс от класс-лодера, менять в этом классе байт-код и только потом с измененным байт-кодом отдавать его пользователю. Таким образом, JVM-агент позволяет взять и модифицировать байт-код и потом отдавать его класс-лодеру. Вообще, на этот счет про Java-агенты есть один хороший доклад от Рафаэля, это создатель ByteBody. Там он очень классно визуализировал весь процесс работы этих самых Java-агентов. И там есть вот такая вот классная визуализация. Давайте с вами представим желтую полоску, главный поток. И функцию main. Все мы знаем, что функция main, public static void main, это входная точка в нашу Java-программу. Так вот, оказывается, что main может быть не единственной входной точкой в Java-программу. Этих входных точек может быть несколько. Есть так называемый pre-main. Этот pre-main будет являться входной точкой для Java-агента. Таким образом, наш Java-агент исполняет то, что у него было прописано в pre-main, меняет каким-то образом байт-код и потом только передает управление на нашу функцию main. Выполняется pre-main, меняется байт-код, и только потом мы идем в исполнение main и в исполнение нашей основной программы. И вот таких вот pre-main может быть в теории даже бесконечность, и все они будут являться входными точками для всяких разных агентов, Java-агентов, которые вы используете у себя в приложении. Кроме того, кроме pre-main существует еще так называемый agent main. Это также метод Java-агента, public static void agent main, и он позволяет подключаться к Java-программе не до ее выполнения, а уже во время того, как она исполняется. И этот agent main будет являться входной точкой для Java-агента. И также в теории вот таких вот agent main может быть огромное-огромное количество вплоть до бесконечности. Сколько хотите агентов, столько их и подключайте. И все они работают с JVM, с Java-программами. И если как-то резюмировать, что такое Java-агенты, по сути это какой-то обычный jar, который подключается к вашей Java-программе, и он может быть подключен либо статически с помощью этого самого agent main до того, как выполнится ваша программа, либо динамически после того, как уже ваша программа выполняется, начала свое выполнение. И эти Java-агенты внутри себя используют Java Instrumentation API, который предоставляет нам доступ к модификации байт-кода в классах вашего приложения. Что самое интересное, этих Java-агентов можно использовать для огромного количества штук. Мы можем их использовать для всяких логеров, для профайлеров. Например, у вас есть какая-то программа на бэкэнде, какое-то Java-приложение, и вы хотите посмотреть, сколько выполняется тот или иной метод. Вы можете это сделать без редеплоя вашего приложения. Вы можете просто подключить Java-агента к уже существующему приложению, которое у вас крутится на бэкэнде, вставить в байт-код какого-нибудь класса, в котором вы хотите посмотреть, в котором вы хотите замерить время его работы, пару инструкций, какой-нибудь замер system current time millis, посмотреть на дельту, и вставить его с помощью Java-агента прямо в этот класс. При этом вам ничего не придется редеплоить. Все уже будет работать так, как оно должно работать. И, что самое главное, этих Java-агентов можем использовать для сбора код каверидж. И вот оказывается, что JackOka сам по себе как раз-таки работает на этих самых Java-агентах. Если как-то визуализировать процесс инструментации от JackOka, давайте с вами опять возьмем наш класс, байт-код нашего класса, уже скомпиленный, с расширением класс. JackOka выполняет над этим классом какую-то инструментацию. JackOka работает так, что между инструкциями в вашем байт-коде он вставляет так называемые пробы. Это некоторый массив, булин, в котором, если проба была выполнена, значит какая-то инструкция в байт-коде вашего класса была выполнена. Таким образом, с помощью вот этих самых проб JackOka понимает, что в таком-то классе была покрыта такая-то строчка. Здесь я написал, что instrumentation offline, в скобочках. Я чуть позже скажу, что это значит. Затем вы выполняете ваш тест. Идет выполнение теста. Оно идет на уже проинструментированных JackOka классах, в которых есть эти самые пробы. Ну и в самом конце, после того, как вы запустили там все тесты, которые хотели запустить, JackOka выплевывает файлик с расширением exec. Этот файлик содержит внутри себя весь анализ, весь каверидж, который он смог собрать по ходу исполнения вашего теста. И если как-то резюмировать то, как работает JackOka для JVM и с Android, то есть одна разница. Для JVM JackOka может использовать Java-агентов, потому что, по сути, мы запускаем какой-то JAR-ник. К этому JAR-нику можно подключить другой JAR-ник нашего Java-агента. А для Android, так как мы не запускаем JAR, JackOka использует некоторый хак, так называемую оффлайн-инструментацию. Он преобразовывает байт-код классов, которые у вас есть в приложении, до того, как эти классы попадут в DEX. И с преобразованным байт-кодом эти классы кладутся в DEX, они пакуются в APK, и после этого на этом APK мы начинаем прогонять наши UI-тесты. Если кратко, в принципе, это все то, как работает JackOka и всякие Java-агенты. И, в принципе, это все, что нам нужно для того, чтобы начать писать свой тест-импакт-анализ. Тут я хотел бы, наверное, немного остановиться на вопросах. Саш, есть, может, какие-то вопросы из чата, или если у вас есть какие-то вопросы сейчас, то задавайте. Пока не было. Я, предвидя остановку, как раз-таки уже попытался спросить, узнать. Вопросов пока не было. Там было в целом общение по поводу того, как там у нас пишутся тесты, я что-то там текстом отвечал. Поэтому пока можем продолжать. Говорят, все интересно. Можем продолжать. Хорошо. Окей. Ребят, смотрите, у нас есть все для того, чтобы написать свой тест-импакт-анализ. Мы знаем, что мы можем использовать JackOka для того, чтобы инструментировать байт-код. Мы знаем, что мы должны собрать какую-то кавердж-карту, и мы знаем, что эту кавердж-карту мы можем как-то использовать потом на pull-request. Давайте я все же проговорю еще раз основную идею, которой мы будем руководствоваться при написании нашего тест-импакт-анализа. Собственно, что нам нужно сделать? Мы должны запустить какой-то тест или пачку тестов. С этой пачки тестов мы должны собирать кавердж по каждому из тестов по отдельности. Дальше мы должны весь этот собранный кавердж проанализировать, собрать из него покрытые строчки кода, покрытые функции, покрытые классы и сделать так называемую маппинг-карту. Если сейчас непонятно, не волнуйтесь, я потом покажу, как эта маппинг-карта выглядит. Эта маппинг-карта содержала бы в себе карту, которая сопоставляла бы какой-то тест, который у вас есть в приложении, и затронутый тестом код, иначе говоря, файлы, которые он использует, и строчки кода в этих файлах. Ну и в конце ко всему этому делу мы должны прикрутить гид, чтобы научиться использовать эту кавердж-карту на пул-реквестах. И использовать эту кавердж-карту запускать те тесты, которые действительно могли сломаться на вашем пул-реквесте. Окей. Давайте возьмем и включим кавердж. Здесь может быть, наверное, немного непонятен или кому-то непривычен код. Он написан на KTS, на Kotlin скрипте. Здесь все, что мы делаем, это находим build-type, который относится к тестам, в данном случае это debug, и проставляем в нем флаг test-coverage-enabled в true. Таким образом, мы включим из нашей студии, из grid.la наш кавердж. Также мы можем пойти в test-instrumentation-runner-arguments и проставить туда значение кавердж в true. Просто еще один флажок. Если вы это сделаете, вы увидите у себя в студии при попытке запустить тест вот такую вот кнопочку, которая будет означать, что мы можем запустить какой-то тест с опцией покрытия. Давайте с вами на нее жмакнем. И после этого в логах мы увидим одну вот такую интересную строчку. Эта строчка говорит о том, что какой-то тест-экзекьютор добавляет какой-то coverage-listener к вам в запуск теста. Если заглянуть внутрь него и если его немного сжать, там, отформатировать, то мы увидим вот примерно вот такую вот портянку кода. Все, что нас здесь интересует, так это то, что этот coverage-listener это какой-то класс, который наследуется от инструментation-run-listener. в этом классе используется yemo-run-time-класс. Это штука из jacocca. Как раз-таки таким образом студия, когда прогоняет ваши тесты с покрытием, она как раз-таки использует jacocca. Затем из этого yemo-run-time-класс с помощью рефлексии достается метод, который называется dump coverage data. Все, что делает этот метод, это он собирает coverage, который вам нагенерил jacocca в один какой-то файлик. Вот здесь он называется coverage file. В студии он называется coverage.ec. Это и есть тот самый файлик, который просматривает, партит ваша студия, чтобы потом собрать отчет по jacocca. Ну и дальше этот метод просто вызывается. Здесь есть один еще немаловажный момент, то что, опять же, как я уже говорил, мы можем из студии запустить тесты с покрытием, но мы можем запустить только всю пачку тестов, которые хотели запустить. Там, допустим, 2, 3, 10, 20 тысяч тестов, которые у вас есть. А мы должны научиться собирать этот coverage для каждого теста. То есть, чтобы эта функция вызывалась каждый раз, как только заканчивается выполнение какого-то теста. Собственно, почему бы нам не научиться так делать? Давайте с вами просто возьмем и напишем свой раннер, свой лиснер. Для этого мы также отнаследуемся от инструментейшн ран лиснера. И для того, чтобы понимать, что какой-то тест завершился, мы с вами переопределим функцию testfinished. Этот testfinished будет вызываться каждый раз, как только было закончено выполнение какого-то вашего теста. И в этот testfinished приходит аргумент description. Из этого description мы можем забрать тест-класс, то есть класс теста, который был запущен, и метод name, название метода теста, который запускался, собственно. Далее мы возьмем, сделаем coverage файл, который будет иметь вот такую структуру. Там будет testclass, решетка, тест метод. Такая структура в названии coverage файла нам нужна для того, чтобы потом понимать, что этот coverage относится к какому-то конкретному тесту. В данном случае мы можем точно понять, какому тесту соответствует этот coverage. Ну и дальше мы возьмем и сделаем dump в этот самый coverage, иначе говоря, вызовем тот же самый код, который я показывал на предыдущем слайде. Мы также с помощью рефлексии достанем метод, достанем класс emRuntime и с помощью рефлексии вызовем метод dump coverage data. И все. По итогу у нас получится coverage какого-то конкретного теста, который мы с вами запускали. Дальше один listener сам по себе ничего не значит. Этот listener на самом деле нужно куда-то добавить. Давайте с вами его добавим. Для этого нам нужно написать свой Android G-Unit Runner. Мы просто от него отнаследуемся и переопределим метод onCreate. Здесь listener прокидывается с помощью аргументов. Мы в эти аргументы просто положим еще один наш listener collect coverage run listener. Здесь запись может показаться немного странной. Все потому, что ни в инструментation run listener ни в Android G-Unit runner в них нет di и здесь мы оперируем только такими хаками, которые также с помощью reflexe создают другие listener классы, которые вы туда прокидываете. Мы просто добавляем в аргумент listener название имя нашего класса, который потом создается с помощью reflexe. Окей. После того, как мы прогоним два теста с помощью вот такой штуки на вот таком run listener мы увидим два таких файла. Каждый из этих файлов содержит себе coverage для каждого из тестов. Здесь не очень видно, какое название у этих тестов, но я думаю, тут понятно, что мы запускаем там какой-то routing, cove, moba, sample, android, samtest1 и samtest2. Вот здесь у нас на эмуляторе есть два вот этих файла с каверджем. Дальше первая проблема, с которой мы с вами сталкиваемся, это проблема с выгрузкой каверджа с эмулятора. По сути мы не очень, мы не можем просто так взять и выгрузить какой-то файлик, получить его по пути на нашем эмуляторе на тачку, на наш компьютер. Мы локально, если мы это делаем, если у нас работает эмулятор, мы можем вызвать adb-pool из какой-то папки, и он попадет к нам на тачку. А если мы работаем на CI, там у нас нет возможности вызвать adb-pool, скорее всего, нам придется поднимать целый adb-сервер. Эта штука была бы средним звеном сервер, с которым бы общался наш эмулятор и наша тачка, на которой мы прогоняли тесты. К счастью, такие инструменты также есть в опенсорсе. Можем, например, использовать для этого штуку из Каспресса, которая называется adb-терминал. Просто берем и используем ее. окей, выгрузили наш каверидж, получаем папку те, например, на нашей тачке и дальше в этой папке будут храниться кавериджи по каждому из тестов, которые у вас запускались. Эти файлы, они имеют, опять же, особую структуру. Здесь мы видим, что эта структура состоит из названия класса теста, который у вас прогонялся, из названия метода теста, который у вас прогонялся, add new sms channel, channels, и также опционально эта штука может содержать себе allure-ID вашего теста. Если вы вдруг используете allure, то у каждого теста там есть айдишники. Этот айдишник, оказывается, мы тоже можем положить в название теста. Окей, дальше мы получили эти экзек-файлы, но мы с ними ничего не сможем сделать, потому что мы их не проанализировали. Для того, чтобы проанализировать наш каверидж, мы можем использовать средства, которые нам предоставляет Джакока прямо из коробки. Там есть такая штука, как exec-файл лодер. Этой штуке мы скабливаем наш экзек-файл и дальше вот мы говорим о том, что мы посылаем тебе там exec-кааверидж, давай, чувак, спарси его, мы его туда загружаем и используем так называемый аналайзер. Этот аналайзер возьмет все то, что мы прокинули в exec-файл лодер и после этого проанализирует наши покрытия. И в результате анализа она нам выдаст интересную такую структуру, которая будет содержать в себе как раз-таки покрытый класс, покрытый метод и даже покрытые номера строк в этом классе. Окей, мы с вами взяли, проанализировали и столкнулись с такой проблемой. Проблема заключается в том, что каверидж, который мы с вами анализируем, который мы с вами собираем в методе testfinished с помощью джакока, он мешается между собой. Иначе говоря, давайте представим, что мы запустили вот, например, два теста, тест А и тест Б. Мы получили из этих двух тестов два файла с покрытиями. Так вот, если мы проанализируем покрытие теста Б из этого второго файла, оно будет содержать в себе не только покрытие теста Б, но и покрытие предыдущего теста, который прогонялся, то есть покрытие теста А. А все это происходит потому, что Android G-Unit Runner, который мы с вами использовали, он все тесты прогоняет в одном процессе инструментейшн. И покрытие из-за этого, из-за того, что тесты неизолированы, оно перемешивается с покрытием другого теста. И вот, чтобы такого не было, все наши тесты, которые мы с вами прогоняем, они должны быть изолированы друг от друга. И, к счастью, для решения этой проблемы уже есть встроенная в Android штука, написанная ребятами из Google, это Android оркестратор. Эта штука работает так, она запускает каждый тест, который у вас есть, в своем внутреннем процессе инструментейшн. Далее, на каждый тест, который вы хотите прогнать, она заведет свой отдельный Android JUnit Runner. И, таким образом, если мы с вами будем использовать оркестратор, наш каверидж просто не будет наслаиваться на предыдущий, потому что все тесты у вас будут изолированы друг от друга. В целом, использование оркестратора, это, наверное, большой совет для всех тех, кто пишет UI-тесты, потому что повышение изоляции может нас спасти еще от большого количества проблем, с которыми связаны прогоны тестов. Например, какой-то тест может прогнаться с ошибкой, из-за этого у вас скрэшится весь процесс дальше по тестам. Ну и в целом еще очень-очень много разных прикольных штук, которые может решить оркестратор за вас. Поэтому использовать его, наверное, хорошая практика. Ну и использовать его довольно просто. Все, что вы должны сделать, это зайти в Test Options в Grid.ly и проставить в Execution флаг AndroidX Test Оркестратор. Окей. После этого мы с вами и получим тот самый coverage файл, который мы с вами хотели получить изначально. Он имеет вот такую структуру. У нас есть какой-то файл в исходном коде, например, это PaymentActivity и PaymentComponent. И у каждого файла, не пустого файла, по обыкновению есть строки. Здесь мы видим, что есть 11, 15, 16, 17 строка. Так вот, в каждой строке в этом файле будут соответствовать ID каких-то тестов, которые эту строку так или иначе задевают при своем исполнении. Вот в данном случае мы видим, что 11 строки в PaymentActivity соответствуют два теста с ID 48110 и с ID 48111. Окей. Дальше мы получили эту самую coverage карту, тут тоже может быть у меня есть вопрос к Саше или к вам. Все ли понятно по структуре вот этой самой coverage карты? Просто если бы я ее увидел в первый раз, я бы, наверное, не очень понял, что там происходит. Может, есть какие-то вопросы там из чата? Там в чате более подкованные люди, чем ты знаешь, которые говорят о том, что exec формат устарел, короче, надо переходить на XML, которые, типа, внутри Jacoco советуются. Ты что-нибудь в курсе был про это? Ну, я помню, что он генерирует XML, но я помню, что вот этому аналайзеру, который у нас есть, который мы используем для анализа, ну, типа, ему нужно было скармливать именно экзеки. Вот. Но я посмотрю, окей, может быть, да. Классно. Еще был вопрос. У Jacoco вроде есть API для сбора coverage данных. Пробовали ли вызывать его в начале работы теста? Какие накладные расходы дает тест оркестратор? Это, видимо, два раза подается. Да, по поводу теста оркестратора для меня, на самом деле, было большим удивлением то, что особо сильно он к нам не прибавил. Когда я его прикручивал, я тоже подумал, мол, мы прикручиваем какую-то штуку, которая там запускает все в отдельном каком-то своем процессе, какой-то отдельный раннер для этого еще прикручивается. И по итогу, после того, как мы его прикрутили вместе с импакт-анализом, мы по времени почти не получили вообще никакого импакта. То есть, что с оркестратором, что без, тесты в целом в среднем стали прогоняться столько же, сколько и без оркестратора. Вот. Я тут, оказывается, ошибся, неправильно посчитал. Перед тест-оркестратором вместо него можно использовать не для сбора, а для сброса API. Типа у Jackoco есть какой-то API для сброса кавериджа. А, да, смотрите, если это то, о чем я подумал, в dump coverage data, который есть Jackoco, там есть аргумент, который говорит stop data collection. Вот надо узнать, об этом человек говорит или нет. Если вдруг об этом, мы его проставляли в false, и результат был один и тот же. Мы все равно наслаивали каверидж на предыдущий. И в конечном итоге проблема все равно решилась именно оркестратором. Я не знаю, об этом человек говорил или нет. Человек пишет, человек зовут Владимир Сидников. Да, он пишет, можешь пока попить, да. Ну, или можем так, речь про обновление данных без перезагрузки. Пока я, наверное, не совсем понял. Ну, давайте можешь пометить этот вопрос? Я предлагаю, может, потом либо в дискуссии как-то просто интересно узнать. Хорошо. Да, давай продолжим. Да, окей. Продолжаем. В общем, все, что нам осталось сделать, это взять и прикрутить гид ко всему этому делу. Давайте возьмем его и прикрутим. Что нам нужно сделать? По сути, на полреквесте мы должны посмотреть на гид.див, посмотреть на то, что разработчик Вася там поменял. Дальше из этого гид.див нам нужно каким-то образом вычленить все измененные файлы и строки, которые были в этом полреквесте изменены. Для этого можем использовать либо какие-то библиотеки, либо написать какой-то свой инструмент, какой-то свой парсер на регулярках. Вот. В общем, есть много способов, как можно проанализировать этот самый див. Дальше мы должны взять и заиспользовать кавердж-карту, которую мы с вами сгенерили после прогона всех тестов, которые есть у вас в проекте. Мы у себя тут один важный нюанс. Если тестов много, то кавердж-карта может получиться довольно большой. На наши там 3000 тестов кавердж-карта весит 250 гигабайт, но там на самом деле поле непаханной оптимизации и над этим можно поработать для того, чтобы его сократить. И весь этот кавердж-карту нашу мы храним на Nexus. То есть на pull-request мы ее просто откуда-то выкачиваем. Дальше используя эту самую кавердж-карту, используя проанализированный git-див, в нем мы собрали там измененные строки, мы все это совместив, собственно, возьмем и получим список тестов, которые нам нужно запустить. Иначе говоря, опять же, если это все как-то визуализировать, давайте представим, что у нас есть какой-нибудь loan application fragment, и в этом loan application fragment мы внесли изменения на 73-й строке. Мы поменяли overnight analytics на overnight offer analytics. Окей, мы видим это изменение, дальше мы должны открыть нашу кавердж-карту, найти там тот самый файл loan application fragment, и найти в этом файле затронутую строку 73-ю. И если мы ее найдем, мы увидим, что этой строке соответствует тест id 43001. Таким образом, мы понимаем, что на этом pull-request мы должны как минимум запустить этот самый тест, потому что он есть в кавердж-карте, потому что эта 73-я строка была изменена. Вот и все. Если как-то подвести итоги к тому инструменту, который сделали мы и такие итоги, которые вынесли мы от нашей реализации, то можно сказать следующее. Мы должны сделать свой instrumentation run listener, которым переопределяем метод testfinished, чтобы понять, что исполнение какого-то теста было завершено. Дальше для сбора кавердж мы можем использовать уже готовый инструмент, который хорошо протестирован, нам не нужно городить какие-то свои костыли, которые будут менять байткод классов. Мы можем просто взять и заиспользовать jacoco, потому что у него все это есть уже из коробки. Ну и для того, чтобы тесты все были изолированы, для того, чтобы наш кавердж не наслаивался, мы заиспользовали оркестратор. И в принципе это для нас решило проблему вот этого самого наслаивающего каверджа. Окей, а какие могут быть нюансы от использования такой штуки. В принципе нюансов несколько, и один из самых таких важных и ключевых это что делать с Android вызовами. Как я уже сказал, jacoco не умеет в инструментацию именно Android классов, и поэтому если у вас в коде, как у всех в коде, наверное, есть примерно вот такая строчка, в которой мы из ресурсов забираем какую-то строку, какой-то ресурс, так вот если мы поменяем этот стринг ресурс где-то у себя на pull request и этот стринг ресурс сломает какой-то тест, потому что он проверял, что там вернулся действительно такой текст, наш impact анализ не сможет этого понять, потому что jacoco не проинструментировал вот этот набор классов и не понял, что наш тест затрагивал какой-то R string currency contract details docs admission description 2 это большая проблема, потому что довольно часто тесты отваливаются на том, что кто-то просто где-то поменял какие-то ресурсы, но эту проблему к счастью можно решить. И есть один такой хитрый способ решить с помощью так называемых gvmti агентов. Это агенты, которые написаны на плюсах и одна из реализаций такого агента она использует, она работает как дебаггер. Этот дебаггер мы можем подключить к нашему приложению и в дебаггере поставить брейкпоинт на какой-нибудь asset manager get resource value. И если наш тест заходит в этот get resource value, мы можем во-первых наш gvmti агент скажет, что мы пришли в эту точку, мы можем вычленить оттуда ID ресурса, который к нам пришел, и понять, что какой-то тест затрагивает такой-то ресурс, например. И таким образом мы его можем добавить в coverage карту. И дальше на pull request, когда кто-то меняет какой-то string ресурс, мы сможем просто взять и научиться это все дело обрабатывать и запустить тест, который относится к этому string ресурсу. Второй нюанс заключается в том, что тестов у вас может быть слишком много, например, у вас есть какой-нибудь экран с главной, и через эту главную проходит большое количество интеграционных UI-тестов. И если вы внесете какое-то маленькое изменение на эту самую главную, вы столкнетесь с тем, что у вас запустятся все тесты, потому что они проходили через эту точку. Но кажется, что это не такая большая проблема, и, наверное, игра стоит свеч, если вы затронули какой-то код, который касается всех тестов, то почему бы их все не запустить. К этому просто нужно быть готовым, представлять таймауты на CI по прохождению джоба и выделять нужное количество ресурсов. Либо вы, конечно же, можете сделать какое-то максимальное число тестов, которые могут прогоняться на вашем плореквесте. Ну и третий нюанс, самый интересный, заключается в том, что существуют, как ни странно, мигающие во всяком случае раньше UI-тесты имели свойство флакать, и это плохо, но и было бы очень обидно, если на вашем плореквесте будет прогоняться какой-нибудь мигающий тест, и вы не сможете его влить просто потому, что какой-то тест у вас не прошел, который на самом деле должен проходить. В этом случае, наверное, нельзя дать какого-то конкретного совета. Вы можете либо отключить этот тест, либо проинвестигейтить, почему он мигает. Можете переехать на что-то более стабильное, например, с эспрессо на какой-нибудь к эспрессо. Ну, или также вы можете сделать какой-нибудь трэш-олд на количество упавших тестов на плореквесте допустимых, например, один-два. Два теста упали, окей, три теста упали, все, мы ломаем плореквест, мы не даем его влить. Ну, и в целом, наверное, у меня это все. Спасибо вам большое за внимание. Я предлагаю сейчас опять вернуться там к секции вопросов-ответов или продолжить уже там в какой-нибудь дискуссионной комнате. Надеюсь, вам понравилось. Наверное, нужно переходить. Да, у нас уже кончилось время, поэтому предлагаю всем перейти в дискуссионный зал в Zoom. спасибо большое еще раз. Всем пока. Всем пока. Приходите в дискуссионный зал, поболтаем. в следующем. Спасибо.